Да, поехали. Сегодня мы приехали на метро Пушкинская на выставку шоколад и какао нашему старому другу Жене Трофтенцову. Злата Розменеси, кто не знает, и мы пойдем, наверное, чувствуем. Мы пойдем, да. Это музей современной истории России. Вообще, кстати, сказать, бизнес, наверное, очень неплохой. Я имею в виду сочетание выставки шоколадной и магазина шоколадного. Вот как раз хороший пример. Мы сейчас с вами и посмотрим. Центр Москвы, музей. Можешь кучу детей, кучу потенциальных клиентов. Вы знаете, вторник, вторник утро. Утро вторника, дети не учатся. Здесь мы проходим через маленький магазинчик, но мы сюда с вами еще вернемся. Это дегустационная пробничка для выставки. Детям дают пробнички маленькие. Так, проходимся. Держите. Собственно, сам зал музея шоколада. Или как он называется? Музей какао и шоколада. Он называется не музей шоколада, это зарегистрированная марка, поэтому называется музейная выставка шоколад и какао. Шоколад и какао. Это карта. Карта чего? На карте указаны регионы произрастания какао. Вот он, гречневый. Да, то есть у спасовод. Смотрим ближе. Да. Чуть-чуть. Ну, как мы и знаем, прекрасно, это узкая экваториальная полоска. 20 градусов влево, 20 градусов вправо. Мексика. Доминикона. Да, ну вот экватор проходит вот здесь. Да, да. Вот наша... А, вот-вот, тропика в части. Богата, наша любимая, Колумбия. Африка, Кот-де-Вуар. Слушай, вот ты можешь поверить, да, что вот отсюда, Кот-де-Вуар. Вот в такой маленькой территории, да? 80% какао. Как-то даже, смотри, вот, либо здесь, да, полянка, либо здесь. А здесь основной урожай, да? Ой, запах какой. Прямо жалко, что нельзя передать. Так, ну что, посмотрим, что там происходит. Вот, кстати, меланжор, который... Который мы все... Евгений, здравствуйте. Здравствуйте. Мне не видно в экран. Меланжор, но я вообще видео не очень... Ребята, вот так вот перетираются какао-бобы. То есть, смотрите, мы вам крафт-це покажем, пока сюда никто не подошел. Какао-бобы вот такими мешками. Потом их дробят вот на такой вот штуке с ручкой. А, кастрюля двигается, да. Вот, получается какао-крупка. Обжаренная, предварительно вот в таком вот шкафу, жарочном. Вот, вот так вот перетирается. Слушай, а там есть этот механизм, который сами ролики вращают? То есть, шестеренки есть передаточные? Нет. Они сами ездят, да? За счет веса. Они не проскальзывают, да, ни разу? Нет, блин. Да, здорово. Вот с помощью такой штуки можно делать домашний шоколад. А если вы дома делаете шоколад из сахара и какао, это нифига не шоколад. А вот здесь зона мастер-класса, я так понимаю, где можно сделать фигурки самому, можно попробовать сделать... Ты не убирай микрофон, наверное, далеко, плохо бы слышно. Можно сделать фигурки, можно сделать... Фигурки, да? Плитки. Плитки, фигурки, да. Все, кто хочет, может сделать плитки, фигурки, почувствовать себя настоящим в шоколаде. Я думаю, это здорово, кстати, именно группами приходить сюда и так вот развлекаться. Ну, наверное, не выходные дни, потому что выходные таблики очень много, да. Чтобы комфортно и все посмотреть, нужно это на обычные дни. Шоколадное ателье, два терзма. Молодцы. Можно целую группу посетителей. Экскурсовод. В общем, ребята, сюда надо прийти. Пойдем дальше, пока там дети не пришли. Вход на выставку по билетам, средняя цена билета. Давай начнем вот с этого стенда. Давайте. Самый, 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 самый. Это исторический, исторический стенд, где показано, сколько какао-бобов отдавалось за раба. Это кандалы? Да, за уши. За зайца. Вот это самое интересное, мне кажется. Да. Это вывеска оригинальная. Прискуран. Прискуран, да. Известного дома. Публичного. Да. Очень. Вот видите, столько бобов стоило раньше удовольствия. На самом деле, жемчужиной выставки являются экспонаты в этих стеклянных кубах. Вот, рассказывай. В двух словах. Коллекцию собирал вот этот человек, Евгений Григорьевич Сосинцов. Просто Евгений. Евгений, да. Вот из того, что видите, на что можно обратить внимание. Если, допустим, голландские, которые изобрели, собственно, этот способ производства какао, они шли больше в дизайн банки, то наши ребята, это самая уникальная, первая маркетинговая, видите, ЖБ. Это первая торговая марка, которая была вынесена на упаковку в России. ЖБ, это не железная банка, это Жорг Сморган. Это наш самый, один из лучших кондитеров. Это была фабрика номер один столицы в Санкт-Петербурге. Он придумал совочек, который вкладывался в каждую баночку. Который потом брендовался и оставался уже у хозяйки непосредственно для других таких вещей. Там соль, перец можно было использовать. Уникальность этой банки, то, что она не распечатана. Это примерно 1901-1905 год. То есть она еще полна какао, там тоже есть точно такой же маленький совочек. Женя, а желания не возникает, скрыть и какао приготовить? Нет, понимаешь, я просто знаю, сколько стоит скрытая банка и сколько стоит не скрытая. Поэтому желание пропадает сразу. Открывай, я вам покажу сейчас одну коробку. Мы ее действительно, там была она порвана, мы ее открыли, посмотрели, какой там шоколад. Ну, конечно, это. Представь, сколько революций, голода, разрухи, и человек хранил это. Ну, а вообще, как думаешь, попробовать можно шоколадную игру? Да, попробую. Ну, отвратно. Здесь уже нельзя. Смотри, есть единственный способ был, да, вот фирма «Конраде», которую я вам показывал, это была фирма номер один по молочному шоколаду в России. В 1974 году была известная экспедиция Дмитрия Шпарова, «Комсомольская правда» на Северный полюс. И они там нашли депо, которое в 1902 году Эдуард Толь, который искал землю Санникова, ну, знаменитый наш полярный исследователь. Он заложил, но погиб, и это осталось, вот его продовольствие, нетруд. Его нашли, и там, среди прочего, консервы, чая, было найдено 40 плиток шоколада «Конраде» в ванильном. Они его попробовали, сказали, что обалденный вкус, даже посидений не было. И 10 плиток привезли в институт. То есть, на сколько времени прошло? Это прошло, в 1902 году это заложили, в 1974 это нашли, то есть в 1972 года. И после этого есть заключение в НИИКО, по институту по консервации, который точно установил, и есть в этом заключении, что абсолютно пригоден к употреблению этот шоколад. То есть, никаких свойств, если, допустим, чай, который там был, он весь выдохся и потерял армитализирующие свои свойства, вообще, ну, это просто как трава получилась, то шоколад в идеальном состоянии. Консервы туда-сюда, ну, скажем, наполовину, есть их невозможно, на собаках попробовали, сказали, что будет нормально. Но, тем не менее, для человека не рекомендовали. Шоколад все 40 плиток в идеальном состоянии. Видишь, темный шоколад, потому что... И решили факт того, что какао-масло это самый стабильный жир, который позволяет законсервировать и сохранить вкус. И они сделали эксперимент последующий, они взяли часть этих плиток, они заложили еще, чтобы вскрыть в 2024 году. То есть, у них 10 лет заложили, и, как говорит институтская вот эта вся методика исследования, что, скорее всего, с ним тоже ничего не произойдет. То есть, это больше столет сохранившийся шоколад при температуре, хотя температура там не самая, лучше, там, плюс 10, плюс 12. У нас бы стабильная, наверное, и это как бы... Но это не относится к молочному и белому шоколаду. Понятно, это можно говорить только о шоколаде, который на 100% массовый, ну, или без каких-то его заменитых. Да, без орехов, без орехов, без дополнительных жиров, да. Вообще, знаешь, когда вот мы глубились в эту тему, чисто вот, когда мы подняли очень много материала, связанного с дореволюционными фабриками, вот эта, кстати, тоже уникальная коробка, запечатанная шоколадом, выпущенная в 1913 году. Понятно, что есть ее тоже нет смысла, она сразу теряет в цене, да? Да, в цене она... Она как только вот один замочек сорвали, уже цена другая. Понятно. Так вот мы по шоколаду, реально, были страной номер один на европейском континенте. Хотя, несмотря на то, что мы шоколад получили на 150 лет как минимум позже, чем... А с чем связано это? Давай смотрим, я покажу. У нас, в принципе, вот понятие русский шоколад, оно достаточно размытое, потому что это австриец, это французы, там швейцарцы, допустим, Айнем, это немцы. То есть это некая, в общем, была создана достаточно хорошая ситуация, связанная с... Предпринимательская среда, да? Ну, как у нас говорят, там вот этот климат инвестиционный был создан таким образом, что буквально за 20 лет у нас, в общем-то, это произошло... Вот самый простой пример, по которому можно это отследить. В 1900 году была знаменитая парижская выставка. Вот, кстати, банка вот эта, Энемовская, электринная банка из вот этой выставки, семейной выставки в Париже в 1900 году. На этой выставке идея была такая, чтобы сделать все, что лучшее человечество получило в 19-м веке, с чем оно переходит в 20-й век. Ну, скажем, по грандиозности этой выставки говорит тот факт, что, скажем, рекорд посещаемости не побит до сегодняшнего дня. 54 миллиона человек посетили эту выставку. Ни одна выставка, ну, даже близко к этому, сейчас было, допустим, продэкспо, потому что там в лучшем случае несколько десятков тысяч. Обалдеть. При том, что и логистика, и транспорт не было, метро не было толкового, автомобили... Если вернуться вот чисто к кондитерке, у нас две фабрики представляли Россию, самую лучшую считалось. Это московская Энем и столичная для Жорж Борна. Так вот, четыре гран-при, которые разыгрывались в шоколаде, все четыре гран-при получили эти две фабрики. Энем получил за чайное шоколадное печенье и ассортименты качества шоколада. А Жорж Борна получил в том числе и замолоченный шоколад, где швейцарцы были просто, ну, скажем, непревзойденными лидерами. Они огранились только золотыми медалями. И у него вот есть шоколад «Триумф», мы сейчас тоже купили этот фантик. Он семь раз его выставлял на выставках от Чикаго, там, Париж, Илье, Шантверпен, то есть другие самые мировые шоколадные столицы. И все четыре, ой, все семь раз это гран-при. То есть никаких... А специалисты, которые ставили производство, это были российские или это все-таки... Нет, это все были иностранцы, которые приезжали. Ну, допустим, Энем на чем сделал деньги? Он поставил очень маленькую кондитерскую на Арбате в 51-м году. Причем он ее не назвал Энем, он назвал ее Федоки, который самый известный кондитер, который ему помог на первом этапе. И он умер, ну, собственно, 50 лет, и уже дальше здоровый компонент хвостит. Ну, это были все немцы. Даже для бисквитного отделения, на котором они сделали основной свои первые капиталы, они приглашали уже непосредственно англичан. То есть это некая такая сборная была солянка. В русских поставщиках у нас есть только вот это Бритин и Робинсов. Это уже американцы, которые... Тоже поставщики двора, их всего было 9. То есть, в общем, вывод примерно такой, что атмосфера экономическая в России была такая, что вы, что специалисты сюда приехали и еще сделали. Да, именно вот. Были все итальянцы, но они это больше по маленьким таким кофейням специализировали. У нас из российских только это вот Филиппов, который имел маленькую фабрику по производству шоколада. Ну, в основном это только, поскольку он был поставщиком, он поставлял и Петербургскому двору, и немножко делал для своих вот этих булочных. Это братья Елисеева тоже самое, у них было свое конфетное маленькое производство. А все остальные, это вот графные сыророды, это тоже, ну, они все абсолютно, ну, Леоновы еще есть, вот, можно сказать, что это чисто российские были, это швейцарцы, то есть, купли. Угу. А вот это что за сталь братья, посмотрите. Это вообще было, видимо, для мармелада, потому что она вся деревянная, со шнеком. Это фабрика Тиде, одна из таких. Абсолютно заботит фабрика. Ну, она вошла в историю только тем, что ее за два года, аккумулировав деньги, купил Алексей Иванович Абрикосов, чтобы стать номер один в Москве. Ну, и через два месяца у них тут все забрали, героически пролетелил. А, кстати, как бы Абрикосов это сейчас делал? Он ведь очень активный, один из его потомков, пытается возродить, да. Нет, ну, у него сейчас есть тут борьба с этим. Сейчас покажу. Вот видишь, что же, маленькая региональная фабрика. Куча золотых медалей, первых гран-при, это на вот этих всемирных выставках. Совершенно неизвестные сегодня, будем говорить. Да, посмотрите, друзья, на качество упаковки. Да, это упаковка порядка 120-125 лет. Супер. Ну, так и как у Димы Абрикосова сейчас? Ну, ты сейчас видишь, он занимался покровистой фабрикой. Вокрови, да. Смотрите, деревянная такая штука. Это все с одной фабрики. Это вывезено было вместе с этими бумагами. У человека просто хранилось на чердаке больше 50 лет. Угу, спасибо. Это вот эти формы керамические, которые работают, да? Ну, хотите, скину, что ли. Слушайте, потрясающе. Получилось, да, пока у него фабрика была? Нет, ну, он сейчас нашел новое, там, маленькое производство, где они разместили два рынка своих. Ну, скажем так, довольно-таки лениального качества, в отличие от того, от своего дедушки. Получится еще. Надо, видимо, приглашать специалистов из-за границы. Вот это, 903-й год, сели шоколадок дети и птицы. Молочный шоколад. Непонятно таким чудом сохранившихся 9 шоколадов. Было 10, но эти слова... То есть на каждой этикетке были разные птички? Разные птицы, там стихи какие-то. Ну, это тоже фабрики. В 1944 году во время оккупации она полностью его уничтожила. Аля. Здорово, да? Это ян. Вообще, конечно, поражает воображение. Слушайте, если кто-то не по какой-то причине не сможет сюда попасть, ребята, обязательно сходите. Потратьте время. Обязательно съездите. Это стоит посмотреть. Желательно, желательно приезжайте тогда, когда у вас. Первая фабрика, которая была в Разбраке Леново. 26-й, 1826 год. Есть у нас тоже коробка, сейчас мы нашли с Монпассиера. Открываешь прям такой запах леденцовых детских. Потом это, это вот самые прозорливые предприниматели в области коллективского производства. Ровно за месяц до Октябрьской революции они ее продают Центр Союза за миллион восемьсот тысяч золотых рублей. Правда, к сожалению, не всеми рублями удалось воспользоваться, потому что это были не кэши, а в банке. Потом это стала фабрика номер семь у Сильфрома. Была еще маленькая фабрика братьев Ивановых на Таганке, которые тоже потом присоединились. И получился рацион. Ну и первая советская жвачка 80-го года. А, да, 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 я помню. Первый киндер-сурприз советский, это вот весовая коробка семь штук, в которую вкладывались шоколадные яйца. А кто изобрел шоколадные яйца? Жорж Борман. Вот, вот, почти что русский Жорж Борман. Нет, дело в том, что он помимо этого, он придумал туда вкладывать не какие-то пластмассовые игрушки, которые, скажем, ну, знаешь, специально, в употреблении. И даже вообще в продаже. Он вкладывал туда маленькие костюмы, какие-то символические, тоже сделанные из шоколада. Тоже шоколадные яйца Деда Мороза, где это Алексей Иванович Абрикосов продал. Прикольно. Кстати, Жорж Борман, это вот самый его выдающийся, как считалось, маркетинг, который потом скопировали семь. Это он свое шоколадное печенье вкладывал в разные банки, видишь, что... А, с надписью кофе-сахар. Да, это каждая хозяйка собирала целую кинностасу у себя на кухне. Потом пошли тоже своим начетом заниматься. А и на им посплатил. То есть в Африке пошли тоже. Слушай, ну идея ведь классная. Почему? А сейчас уже никому не надо, все изменилось, понимаешь? Нет, нет, ты знаешь, мне кажется, ты не прав. Сейчас это снова входит в моду, тренд такой, как есть. Если ты делаешь что-то подобное, то вполне... Причем, они видят, что это были самые дешевые, это были очень дорогие банки. Крусилу делал на пушкетник. Да, хохломатом. Как вы отличатся? Английский бисквит. Кстати, он же принимал этот первый аппарат, который был поставлен для выдачи, ну как бы автомат, для выдачи мелочей, да. 15 копеек продуктовый, какао, какао, да, инструкция. Крусилу делал всего два дня, потому что было такое струкотворение на Невском проспекте. Разолбали. Что не поле смеси, чтобы поставить двух мужиков, потому что там кидали рубль и молотили, чтобы выпить шесть шоколадов. И только через 12 лет в Америке перерезал первый аппарат по выдачи желательно визит. Смотрите, смотрите. Практически все, что равно. Форма. Старинные формы, керамические, тяжеленные. Это, кстати, вставил в витринный слон был. Там еще была отдельная форма на полу, но, к сожалению, не видит. И витриги выставлялся. Ну вот он сейчас, к сожалению, не блестит, но год назад делали. А сейчас будем менять и заново отновил. Ставить все работает. История появления этого экспоната, откуда он приехал. Случайно купили, но сегодня мы увидели пусто. Абсолютно. Тут практически все это дело случилось. Ну, вернее так, целенаправленного поиска, но, как правило, если повезет, то... Набор случайностей, да? Формы. Старинные. Вы тоже, смотри, это просто уникальная вещь. Это первая коробка, которая нам попала с шоколадом. Это выпущенная, называется «Мир, но народ», это известная картина по освобождению крестьян в 1681 году. А в 1911 году была выпущена с Александром Вторым освободителем в честь 50-летия отмены крепостного права. Вот она полная, с конфетами. Ни разу не открывалась. Мы ее сделали как? У нее была надорвана крышка. Мы ее просто просмотрели. Там очень красивая упаковка. И темный шоколад полностью сохранен. А вот, кстати, первые прототипы будущих поликарбонатных. Да-да-да, формы для пряников. Формы для пряников из деревяшек. Вот, я так понимаю, видимо, зимой делать особо нечего. Сядет мужичок со стемесочкой. Точит форму. Долбит дощечки. Ну, тоже, кстати, очень старые площадки. Вот это вот, что-то тоже 13-й год. 23-е дома, наверное. Слушай, ну, как бы общая идея такая, что на самом деле сложного ничего нет. Для того, чтобы бизнес стартанать, берешь доски, берешь стамиски, долбишь, знаете, ему формы. К лету как бы обрастаешь инструментом. Кстати, вилку ты видел там для шоколада? Пойдем еще вилку. Вилку для шоколада. Это же вилки для шоколада, то, что купить было до определенного момента крайне сложно у нас. В современной, в действительности. Смотрите, вот, не надо платить китайцам 100 евро. Берете трубку, медную трубку, или нет, сколько там, 4. 4 конца, да. Больцучие все. Вилка для шоколада готова. Выставка с первого раза кажется не очень большой, но количество экспонатов увеличивает ее объем, вот, когда начинаешь вникать просто в разы. Потом кажется, что гулял по музею полдня. Это зарубежная, да? Нет, это Швейцария, но они же очень активно продвигались в Россию, потому что это все 100-летняя реклама, которую применяли для шоколада. Сейчас просто меняем витрины, это уже изжили свое там. Это основатель? Да. Это вот советский период все уже. Это наше все, это космос. Союз Аполловым Космос, да. Ты знаешь, сколько, кстати, злобак реально полетело в космос? Сколько? 59. Да, это не Лайка. Лайка, Белка и Стрелка, это первые собаки, которые вернулись в жизнь. Чих-то вернулись, да. Да, Лайка погибла. Причем погибла она на третий день, а еще передавали самочувствие, что у нее есть, что она дышит ровно. На самом деле она перегрева умерла уже на третий суток. Да, кстати, история, знаешь, такое, о том, что когда в Америке гурнале про полет делал полстрелки, одна из домохозяйки писала письмо в Союзе, в котором писала, что зачем вы отправляете в космос бедных животных, у нас куча маленьких негритят. Ужасно. Если вас все вменяем сейчас, то здесь будет Черноковская витрина, ну, есть, а полончик, как более-менее, все. Это делегатам съезда, началось, очередного съезда. Там съезда, там прямо, когда открываешь маленький, талончик, просто приветствую, делегатам съезда. Вот это, кстати, пошел Красный Октябрь. Это тоже, кстати, неплохой заход, но, на самом деле, это Красный Октябрь, который потом в качестве пеналки использовали, что ли. Угу, да-да-да-да, под карандаши. Ну, это вот как бы весь мишка, но у нас примерно еще раза в два больше всех табли, которые выпускали, начиная от ИНМовского, который с 1913-го года, в следующем году с полюбрины не отвечать, до Олова, произведенного в Штатах. Ну, здесь фишка в чем? Как только объемный кондитер зарегистрировал на себя товарный знак, сразу появился один мишка, появились там два, но только лишь бы не экономические, шишкинские три, чтобы они попасть. А вот, а вот, собственно, три, да. А вот, собственно, как они и должны быть. Кстати, тоже, вот картина интересная, знаешь, историю, да? Шишкин нарисовал, называлось это, «Утро-сосновым лесом». Да. Для заказа Теретякова. А тот сказал, что что-то там не хватает. Он попросил Савицкого друга. Этому медведю вырисовал, но Савицкого денег не заплатил. И убрал Теретякову надписи с этой картины. То есть, нам тоже все так достаточно непросто. Это наша Аленка. 1962 год. Журнал «Здоровье». А, это вот живая девочка, да? Да, вот это Лена Геренов, которая потом решила немножко денег получить с объемного кондитера. К сожалению, или может, к счастью, ничего не вышло. А вот уже, как называемая, контрафактная Аленка. Алина и Алена. И Алена. Да, под которую уже, те попали под каток в судебном облицовании объединенных кондитеров. А вообще, на самом деле, вот они первые Аленки. Вот она, и это, и это вот, ну и самый старый. Ну что? У меня есть мысль, понимаешь? Как пока есть, это выиграли, да, с этих каток? Эти проиграли. Конечно, эти проиграли. То есть, кондитеры их. Они десятку с них хотели получить. Что-то, я точно не помню, они сейчас пересуживаются. Они приходили, у нас переснимали, у нас еще много ее, для того, чтобы, ну, показать в суде, что не они, как бы, то есть, это не является уникальным. Дим, у меня есть предложение такое. Не знаю, Евгений пойдет на это или нет. Если мы раз в год, например, набираем группу реально вот людей, там, ну, профессионально увлекающихся историей, предположим, шоколадом, да, и договариваемся с Евгением о вот такой вот мегагруппе, в которую входит там человек десять, прямо вот, чтобы нам сделали персональную экскурсию, потому что экскурсовод никогда не расскажет того, что может рассказать автор коллекции. Ну, у нас есть такие-то... Мы сделаем это платным мероприятием. Ну, так давайте соберем. Да, то есть, мы, идея такая, смотрите, это будет, это будет, да, платная, чтобы это, ой, извините, чтобы это не было халявой. Мы набираем группу увлеченных людей и, предположим, в тот день, когда никого нет, рано утром, просим Евгения провести нам супер экскурсию с интересным рассказом. Конечно, это не детская, просто совершенно выставка на самом деле не детская. Слушай, на этом мы договорились, все, выключаем, больше ничего показывать не будем. Давай еще раз посмотрим, как это выглядит вживую, на счастливые лица. Сейчас им будут отливать чайгурки вот на этой машинке. Пойдем, все, группа придет, кому... Пойдем в магазин посмотрим еще, надо же в магазин посмотреть. Все, пойдем. Дерево какао. Если про бизнес-модель говоришь, то она... Теперь про монетизацию. В каждом городе может быть открыт шоколадный музей. Ребята, вот смотрите, на выходе вас ждет вот это. Это невозможно прийти мимо. И самое-то главное, идея заключается в том, что человек, который побывал в музее и узнал о шоколаде, о том, из чего он делается, что такое хороший шоколад, а что такое плохой шоколад, с очень уже таким взвешенным представлением о том, что ему нужно, может выбрать и сориентироваться на этой витрине то, что ему нужно купить. А самое главное, он покупает качественный шоколад. И я думаю, это хорошо. Да. Просто мы успели выводить сейчас. Просто субботный, с весенним все смелее, да? Все, правда. Ну вот, то, что я солью... А, да-да-да. Случка тема. Видите, ингредиенты, ингредиенты, да. Какао-масло, напиток древних. Это вот то, что выдают пробники, потом можно купить и дома попробовать. Криола вся, которая... Да. Да-да-да. Вон они у нас, видишь, столько там это. Ну, вот то, что первый курат отзовет. Ага. Это вот как раз, да. Дай-ка я послание Юле Чайкиной. Юля. Юля, мы тебя ждем уже третью неделю. Где наш шоколад, Юля? Ладно, Жень, спасибо огромное. А? Ну, сейчас закончим съемку. Спасибо огромное. Вот. Это была очень классная экскурсия. Я думаю, что мы разовьем эту тему и будем возить сюда. Привлечем сюда большое количество не только детей, но и людей, которые реально могут... А? Группу пошли собирать. Пошли. Ну, все, давайте. Спасибо еще раз. Чай? Все. Да. Продолжение следует...